В этот раз на заседание штаба были приглашены владельцы ряда крупных и средних магазинов. Также на совещании присутствовала заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахаринской области Инна Павленко. В начале данные за прошедший период с 11 по 29 сентября цены наконец-то сбавили темпы роста. Ситуация с ценами сегодня стабилизировалась. Резких скачков мы не наблюдаем, чтобы в цену увеличения. Резких скачков цены увеличения не наблюдаются. В целом на потребительском рынке, хочется сказать, наблюдается незначительное изменение ассортимента. Это в ряде торговых точках отсутствуют группы товаров, таких как куры и этой группы товаров крылышки, бедрышки. Но в пятницу я поговорила с предпринимателями, но не со всеми, конечно, а с теми, с кем я. Это временное такое явление. Снижение темпов роста – это хорошо, но навряд ли обрадуют пенсионеров, которым куриные окорочка по-прежнему обходятся в два раза дороже, чем в августе. Вновь звучали призывы к предпринимателям пересмотреть и снизить свои торговые наценки на птицу и мясо. Те, в свою очередь, заявляют о том, что на эту группу товаров наценку они уже сократили. У заместителя министра есть своя точка зрения. Мониторинг цен – вещь упрямая и наглядно показывает, что в Ахе наценка не собирается снижаться. Наценка на 16 сентября, да? И сегодня у нас уже 26-е. 29-е, простите. У меня просто данные все на 26-е число. С разницей в 10 дней. Наценка одна и та же. Но за это время цены подросли. Наценка 40% на 100 рублей – это 140 рублей. Наценка 40% на 120 рублей – это уже 148, правильно? То есть, если пересчитать на 100 рублей, то эта наценка уже 48, извините, а не 40%. Понимаете? Оно вот вроде бы кажется 1-2-3%, 10-15 рублей сверху. А в суммах-то получается это, если пересчитать на кошелек, на, скажем так, сумму чека для отдельно взятого потребителя, вот это уже весомо. Ну, если мясо и птицу на Сахалине производят в минимальном объеме и можно сетовать на поставщиков за пределами области, то собственных овощей на Сахалине хватает. И опять в Ахе на них накручивают от 50 до 100%. Не исключено, что разница во взглядах на цены у министра и предпринимателей заключается в том, что первый сравнивает ахинские цены с расценками крупных оптовиков Южно-Сахалинска, в то время, когда наши бизнесмены могут получать товар уже от посредников. То есть товар, не покидая оптового склада, может несколько раз поменять владельца и только потом уйти в Аху, по цене, которая существенно отличается от первоначальной оптовой. Чтобы выяснить, так ли это, на совещании было предложено ахинским предпринимателям сообщать в Комитет экономики не только свои цены, но и цены поставщиков. Тогда картина будет ясной. Можно будет сравнить цену оптовую, которую дают в Министерство Южно-Сахалинские базы, далее увидеть цены ахинских поставщиков, ну и в финале конечная цена в магазинах. Если в этой цепочке кто-то хорошо греет руки, то делом займется антимонопольный комитет. Подобные схемы были вскрыты в Приморье, где уже ведутся следственные действия. Вообще задача власти в этой ситуации не заключается в том, чтобы заставить силовым методам снизить цены. Но вот помочь пересмотреть логистику поставок товаров, транспортные схемы, наладить новые торговые связи, это будет правильно. Все-таки вам, как руководителя, надо повнимательнее посмотреть, потому что уровень конкуренции на рынке в розничной торговле, в Сахалинской области в целом и у вас тоже, перенасыщение торговыми площадями. Но у населения денег-то больше пропорционально росту цен не становится. Поэтому либо вы начнете выстраивать вот эту логистику, кооперацию в том же самом вопросе доставки овощей, например, и картофеля, не надо ехать в Южно-Сахалинск, наймите вы грузовой автомобиль, мы вам поможем, мы вам подскажем. У нас в ежедневном режиме собираем информацию от наших сельхозпроизводителей по объемам закладки, по цене. Мы вам эту информацию, она не секретная, она абсолютно открытая, мы для того ее и собираем, не просто, чтобы она возбежала на столах, а чтобы она работала дальше. Должна быть система взаимодействия перестроена, потому что в противном случае кому-то из вас же придется уйти с этого рынка, мы же понимаем. Не становится больше жителей, не становится вот так, с такими же темпами не нарастает денежная масса в карманах и кошельках у потребителей. Но пока суть до дела, цены на определенные группы товаров остаются стабильно высокими. Мониторинг – вещь нужная, но в прикладном применении пока бесполезная. Возможно, углубленный анализ схем поставки товаров в Аху позволит выявить лишние звенья, исключив которые, удастся снизить расценки.